Жизнь у воров в законе складывается по-разному. Кто-то десятки лет проводит в тюрьме и живет по воровским правилам, а кто-то ни разу не бывал в местах лишения свободы. Китаев Юрий Александрович, более известный по криминальному прозвищу Китаец, родился 3 мая 1965 года в Самарском городе Куйбышев. В 30 лет был принят воровскую семью, несмотря на то, что до этого момента не имел судимости. Сразу же после коронации Китаец стал принимать участие в воровских сводках, во время прохождения которых его неоднократно задерживали сотрудники правопорядка в 1995 и 1996 году, но каждый раз доказательств о правонарушениях не находилось. Китая в несколько суток находился в следственном изоляторе, а позже был отпущен на свободу. Несоблюдение воровских законов и введение нехарактерного для криминальной элиты образа жизни привело к тому, что старожилам среди законников пришлось задумываться о том, каким образом Китаец стал обрадателем короны. Позже удалось выяснить, что за это пришлось заплатить немалую сумму криминальным авторитетам из Грузии, а помог Китаеву найти нужных людей Юрий Бубнов по прозвищу Джин. Спустя некоторое время после коронации вор в законе был раскоронован, но это его не остановило. Он продолжал налаживать связи и стал одним из самых авторитетных бандитов в городе Самары, несмотря на подпорченную репутацию. Вскоре он разбогател, приобрел в себе квартиру несколько элитных автомобилей. В обществе он всегда появлялся в шикарной дорогой одежде и с массивной золотой цепочкой на шее. Широкую известность в криминальных кругах и влиятельность Китаев получил благодаря Бубнову. В середине 90-х годов Джин стал влиятельным бандитом и более 10 лет провел в местах лишения свободы. Его репутация была неукоризненной, за что ему и присвоили вора в законе. На территории Самары Джин в 90-е годы создал преступную группировку, которая осуществляла контроль за деятельностью местных рэкетиров. Китай стал в этом его правой рукой. Он зачастую применял на себя роль руководителя, когда лидер клана отбывал наказание, был задержан или находился в отъезде. Доверие у Бубнову получил благодаря хитрому расчетливому характеру. В концу 90-х Джин стал увлекаться наркотическими средствами и отдаляться от дел. Поэтому вся самарская преступная группировка постепенно переходила под руководство китайцев. Со временем Бубнов и Китаев стали отдаляться друг от друга, а в начале 2000-х годов перестали вести совместную деятельность, разделив контролируемые объекты на две части. Двора раскранованного вора в законе пошли в гору. Он заручился поддержкой влиятельных авторитетов. За счет этих связей ему удалось расширить свою деятельность за пределами Самары и приобрести престижную квартиру в столице, куда он и переехал жить. Постепенно китаец стал отходить от криминальной сферы и развивать собственный бизнес. Он стал акционером престижных банков и владельцем частных предприятий. На людях он появлялся только в сопровождении охраны. Несмотря на отсутствие соответствующего статуса, он продолжал посещать воровские сходки, на которых в основном присутствовали представители глорузинского мафиозного клана. Именно они и уважительно относились к китайцу, считали его достойной кандидатурой для законника и всегда выступали против его раскоронации. Авторитетный когда-то вор законе по прозвищу Джин так и не смог справиться со своей зависимостью, несмотря на то, что долгое время проходил лечение в лучших клиниках страны. Кроме того, у него появилось еще одно пристрастие – алкоголь. В феврале 2002 года он скончался, а Китаев стал единственной влиятельной криминальной персоной в Самаре. Он продолжал жить в Москве и назначил себе несколько замов, через которых управлял преступной деятельностью в своем родном городе. В середине нулевых успешный бизнесмен и бывший законник подался в бега. Что послужило для этого поводом, остается загадкой. Возможно, он решил скрыться от ареста, так как в этот период в Самаре силовики начали рейд поварам в законе криминальным авторитетом, а китайц продолжал присутствовать в этом списке. Тем не менее, что с ним стало дальше, до сих пор неизвестно. Бытует мнение, что в настоящее время он вновь переехал в Самару и уже живет как законопослушное гражданин.